Орешек 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 Как же это? Наша героиня практически никуда не выходит, поэтому поймать мы можем только на улице. Она будет за рулем, и я не знаю, что мне делать. Поможет ли мне Грим, не поможет. Я вся такая прекрасная и красивая. Я сделаю то, что мечтала сделать всю свою жизнь. Это поможем мне, Тёму, практикантка, сержантка, патронку. Чтобы мое знакомство с Аней стало для нее полной неожиданностью, мне помогла ее подруга Инна, а также форма доблестного сотрудника ГАИ. Ах, 76-го размера. Инна должна была в условленное время доставить Аню на определенное место, где ее уже поджидала наша тщательно замаскированная съемочная группа. По моему сигналу, караван из двух автомобилей Инны и Ани выехал на место встречи. Добрый день. Здрасте. Выходите, гражданочка из машины, выходите. Выходите, у вас нет передних номерных знаков. Гражданочка, выходите. Не выходите? Слышите. Выходите, выходите, я вам кое-что покажу. Машенька, не против меня, это вы. Анна, у вас есть документы для удостоверения вашей личности? Да, я могу показать. А выйти-то можете теперь? Да, я могу показать. Анечка, я хочу вам сообщить, что сегодня ваш день. Мы хотим исполнить вашу мечту. Вы мечтаете стать родителем Джеем? Да. Вы им станете. Я вас поздравляю. Спасибо. Боже, Машенька. Ну как я, ничего? А поверила? Просто богиня. Это незабываемое ощущение. Сейчас у меня какое-то такое состояние, как будто я попала в сказочную страну. И тут резко тетя Фея сказала, давай мы исполним твою мечту. Ты выбирай, а я сделаю все, что ты захочешь. Незабываемо. Это, гражданочка. Прямо, потом направо. И смотрите за номерными знаками. Ой, елла-мотала, какими номерными? Дорожными знаками. Через несколько дней Аню уже ожидали в студии одной известной радиостанции. Она даже подготовила домашнее задание, свежие новости про грядущую церемонию награждения Грэмми. В офис радиостанции Аня пришла в полной уверенности, что развлекать слушателей она будет в компании девушки-диджея. Но я же не сказала ей о главном сюрпризе. Я приготовила для нее встречу с ее самым главным кумиром, диджеем Пашей. Здравствуйте, Павел Юрьевич. Спасите меня, Нина. Они не говорят, что будет, Павел Юрьевич. Что будет? Я сейчас так понимаю, мы сейчас сделаем эфир. Русский украинский, у меня русский выигрывает перед украинским. Но я могу почувствовать про руку на украинском. Мы будем на китайском. Мы будем делать экспериментальный эфир. Вы такой живой. Совсем не как в машине вас слушаешь из динамиков. А почему не так? По-моему, тут же такой же, нет? Нет, ну просто там вы не рядом. А, слушай, да. Давай мы сделаем вообще наоборот. Давай ты лучше сюда сядешь. Вот, ну все-таки пульт, настоящий диджей, который почувствуешь себя полностью. А я буду твоим соведущим. А можно? Да, можно, можно. Только не на все кнопки сразу нажимаем. Доброе утро всем, дорогие друзья. У нас сегодня такое очень необычное утро. Сегодня вместо Маши у меня Аня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, Аня, расскажи, пожалуйста, что же там в Америке на Грэмми? О, просто феерическое событие. В 53-е церемонии вручения Грэмми. Одна из самых великих наград в музыкальной сфере. Наконец-то перестает игнорировать Грэмми Мик Джаггер. В данном случае это было бы намного интереснее, если бы ты сказала, знаешь, Павел Юрьевич, Мик Джаггер столько лет не был на Грэмми, и, наконец, он попал. Почему он не был, я до сих пор не могу понять. Но это самое большое событие. Сейчас об этом больше всего говорят на Грэмми. Кстати, уже 53-я церемония. Представляешь, 53 года уже это идет, вручает. Кстати, Павел Юрьевич, вы же были в 2000 году. Как вам там понравилось? Да, мне понравилось. Павел Юрьевич, кстати, вы упомянули Марка Цукерберга. Смотрели фильм «Социальная сеть»? Ну как? Ну, фильм прекрасный. Ну, говорят, что очень долго шли судебные процессы из-за создателя, действительно, Марка Цукерберга по отношению к сюжету фильма. Ты же знаешь, в любой истории успеха есть много скандальных вещей. Но так, как это снял режиссер, это потрясающе. То есть просто сделал такой мини-триллер фактически из просто истории успеха современного бизнеса. Я очень надеюсь, что получит этот фильм Оскар. Но Оскар Оскаром, Грэмми Грэмми. А самое главное, что впереди весна. Впереди весна. И, в принципе, за окошком у нас уже где-то чем-то попахивает весной. Извини, чем это попахивает у нас в окошке? Весной, Павел Юрьевич, весной, Павел Юрьевич. Пахнет весной, уже теплеет. И уже даже в середине марта у нас тепло. Собственно, и хочется пожелать нашим радиослушателям, чтобы, несмотря на то, что еще весна в свои владения не вступила, тем не менее, у них на душе было светло, тепло, настроение было самое позитивное, мысли самые нежные, самые ласковые, чтобы побольше любви и побольше позитива. Павел Юрьевич, вы ко мне присоединяйтесь? Конечно, как говорится, хорошо в краю родном, пахнет сеном и хорошим настроением. Таки да. До свидания. До свидания. Ну как тебе живой, Паша? Ты-то жива там вообще была. Я смотрю, уже в конце его совсем укачала. Утренний эфир вела или вечерний? Утренний. Ну и как? Сама не проснулась или что? Я проснулась. Или испугалась? Испугалась, проснулась. Сначала испугалась, потом проснулась. Диджей Пашу, ну он живой там такой был. Да? Я тебе открою, Аня, секрет невериантный. Он в принципе живой. Да? Ну давай, попробуем, чтобы сейчас всем стало весело. Как будто ты на радио. Только тебя сейчас еще и показывают. Да, так именно. Доброе утро, дорогие друзья. Не-не-не-не-не. Доброе утро, дорогие друзья! Давай. Они оглохнут. Нет. Я буду стараться. Доброе утро, дорогие друзья. Молодец. Сегодня с вами я, Анечка. И мы начинаем наше утро. Если кто-то еще не проснулся, то мы открываем... Молодец. Вот почему опять мне надо молчать? Нет, молчать уже не надо. Нужно получить от нас, от программы «Мри издиснеется» вот такой подарок. Читай. Тыждень в эфире «Мри издиснеется». Я поговорила с Машей. Он позволяет тебе в течение каждого дня, в течение недели выходить в эфир. Мы сделали все возможное, а дальше дерзай. Возможно, тебя ждет контракт на радио. Поздравляю. Молодец. Поздравляю вас.